Следующая наша лекция посвящена нарушениям сознания у больных, находящихся в критическом состоянии. Сколько существует медицина, столько существует описание вариантов нарушения сознания. Поэтому не мудрено, что сформировалась определенная терминологическая путаница. С точки зрения классической психиатрии, делирий — это омрачение сознания, которое развивается чаще всего на высшей стадии инфекционного заболевания, которое сопровождается наплодом ярких зрительных галлюцинаций, чувственным образом бредом и двигательным возбуждением. Делирий, вызванный приемом алкоголя, называется белой горячкой. С точки зрения МКБ-10, делирий — это этиологически неспецифичный синдром, который характеризуется сочетанным нарушением сознания, внимания и восприятием мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций и ритма сонной бодрствы. С точки зрения американской психиатрии, делирий должен в себя включать первое — это нарушение сознания, второе — снижение внимания, изменение когнитивных функций. Это состояние должно развиваться остро, оно должно иметь неустойчивость в течение суток и должна быть очевидная взаимосвязь между выявляемыми нарушениями и соматической патологией. Это критерий DSM-4 — американская классификация патологических заболеваний. На данном этапе развития он является золотым стандартом в диагностике делирия, но эти критерии не применимы в условиях отделения интенсивной терапии. По сути дела, это является нишей психиатр. Может быть, стоит и дальше это отдать на откупы психиатрам, вызывать их на консультации к нам в отделении интенсивной терапии. Пусть они занимаются спокойно. Этими больными это было бы правильным, если бы не следующий факт. То, что делирий развивается практически у всех больных, которые находятся в критическом состоянии, цифры достигают 80%. Делирий является независимым предиктором более длительного пребывания пациента в арит. Делирий повышает риск смерти в три раза, и делирий приводит к очень долгим по времени когнитивным нарушениям после выписки пациента из клиники. Поэтому мы не можем так просто это всё отдать психиатрам, и мы должны в этой теме активно участвовать, выявлять делирий и своевременно его коррегировать. Поэтому, с точки зрения интенсивиста, делирий – это остро развивающийся клинический синдром, который проявляется изменением уровня сознания в сочетании с снижением внимания или нарушением мышления. Как мы можем выявить делирий у пациента, который находится в критическом состоянии? Существует специальный метод, он называется Confusion Assessment Method in ICO – метод оценки изменения сознания у реанимационного пациента. И он состоит из нескольких шагов. Первый шаг – сначала мы должны выделить группу пациентов, у которых мы в принципе не можем выявить, есть делирий или нет. Это пациенты, у которых есть афатические нарушения, и эти пациенты, которые находятся либо в коматозном состоянии, либо которым проводится выраженная седация. Второй шаг – мы должны оценить, какое было начало развития нарушений сознания у пациента. Если начало нарушений сознания было острое, то делирий возможен, и нужно дальше продолжать оценку этого пациента. Если эти нарушения психические у пациента были задолго до поступления в клинику, задолго до поступления в АРИ, то, скорее всего, речь идет о деменции, и на этом нужно прекратить оценку пациента для выявления у него неудилерия. Следующий шаг – это нужно оценить внимание. Простой тест. Предлагается пациенту выполнить следующее задание, чтобы он, когда услышал букву «А», пожимал руку, и предложить ему терпу. И если пациент делает меньше трех ошибок, то мы выносим суждение, что у больного нет нарушений внимания. Если пациент делает более двух ошибок, то это означает то, что у пациента внимание нарушено. Если у пациентов внимание снижено, то наверняка это делирий, но нужно еще раз вернуться к оценке уровня сознания. Если внимание не снижено, не нарушено, то это вряд ли делирий, но нам нужно еще проверить мышление для того, чтобы принять окончательное решение, что у пациента делирии нет. Как, с помощью каких тестов мы проверяем у больного уровень сознания? Это шкала «РАС». На следующем слайде я покажу ее. Ясное сознание по шкале «РАС» оценивается в 0 балл. При любой другой шкальной оценке по «РАС» мы принимаем суждение о том, что сознание изменено. И если это так, то это точно делирий. Если это не так, то у пациента делирия нет. Итак, вот эта шкала «РАС» имеет оценку «плюс», оценку «минус». При оценке психомоторного возбуждения его выраженность и оценивается от плюс одного до плюс четырех – это критерий. В «минусе» мы оцениваем выраженность седации или выраженность угнетения сознания. От минус одного до минус пяти. Напомню, что минус 4, минус 5 – это соответствует коматозному состоянию или уровню глубокой седации, при котором невозможна оценка пациента по делирию. И последний шаг – это для больных, у которых не было выявлено сниженного внимания, для этих пациентов нужно проверить мышление. Мышление является следующим образом. Предлагается ряд простых вопросов пациенту. Если пациент делает больше двух ошибок, то мы делаем суждение о том, что у этого пациента мышление нарушено. Если меньше двух, то значит, мышление у пациента нормальное. Или вот более простой тест, который подходит для наших пациентов, особенно если пациенту проводится искусственной вентиляцией легких, и он физически не может ответить на какие-то вопросы. Пациенту просит показать два пальца на одной руке. Спустя несколько секунд пациенту дается задание показать на два пальца больше на другой руке. Если пациент показывает неправильное количество пальцев, то мы делаем суждение о том, что мышление нарушено. В чем плюс этого метода? Вопрос. Первое – это то, что юридически этим тестом могут пользоваться интенсивисты без приглашения на консультацию психиатров. И то, что этот тест при определенном клиническом опыте не занимает более двух минут. Итак, делирий – это клиническое проявление острой дисфункции головного мозга. Существует столько синонимов, которые фактически отражают одно и то же явление. Такое разнообразие синонимов связано с тем, что первое – очень долгое время не было четких методов клинического выявления делирий, и второе – это проблема межкультурной коммуникации, потому что существовали разные школы, направления, которые придумывали свои термины. Этиология делирия многофакторна. Описано более 60 факторов риска развития делирия. Всех их можно разделить на три группы факторов. Это приморбидные факторы, то есть те факторы, с которыми человек пришел, и которые мы не можем изменить за время пребывания его в ОРИД. Это факторы, которые развиваются остро, и это гетерогенные факторы. Мы фактически можем работать на вот эти две группы факторов. Существуют более значимые факторы риска и менее значимые факторы риска. По данным литературы, более значимыми факторами риска являются приморбидная деменция, использование бензодиазепинов и антихолинергических или дофаминергических препаратов и наличие различных инфекционных осложнений. Мы знаем, что по данным литературы при повреждении ретикулярной формации, при повреждении различных отделов коры мозга, при повреждении талануса и других подкорковых структур у этих пациентов очень высокий риск развития делирия в послеоперационном периоде или у пациентов после получения черепно-мозговой травмы и сосудистой патологии. Очень важный фактор риска – это нарушение сна. Мы знаем, что по данным литературе средняя продолжительность сна у пациентов, которые находятся в аредине, превышает полтора часа. И это очень тесно связано с нарушением сна, фактором развития делирия. Причинно-следственные связи непонятны, но очень четкая взаимосвязь между изменением уровня мелатонина в плазме крови, между бессонницей и развитием делирия. Патогенез делирия. По классическим представлениям делирий связан с дефицитом холинэргической стимуляции и избытком дофаминэргической стимуляции. Это доказывается тем, что у этих пациентов одним из наиболее эффективных препаратов является галлоперидол, который является фактически селективным блокатором дофаминэргических препаратов. И в то же время дофаминэргические препараты являются очень выраженным фактором риска развития делирия у этих пациентов. В жизни все сложнее. Головной мозг представлен очень многими системами. Мы знаем, что есть группа атипичных нейролептических препаратов, которые влияют не только на дофаминэргические системы, но и на ряд других систем. И они оказываются эффективными в лечении пациентов с делирием. Мы знаем, что есть такие группы препаратов, как мелатонин, который может нормализовать сон у пациентов, находящихся в арите, и снизить риск развития делирия. Может быть, этот механизм ассоциирован с увеличением сна. Может быть, непосредственно мелатонин приводит к положительному результату. Есть холинэргический препарат, блокаторный серотонин, альфа-симпатомии, медические препараты центрального действия, это клофелин и новый препарат дексмедитамидин, которые показали высокую эффективность в профилактике производства делирии и в его лечении. К классификации делирия существует гиперактивный делирий, который проявляется психомоторным возбуждением, когда пациент мечется, пытается уйти, кричит, агрессивен, пытается изъять из себя различные медицинские девайсы, в ноте медицинский персонал и так далее. Он развивается всего в менее чем 2% пациентов с делирием. Гипоактивный делирий по раз это минус 3, минус 1 балл. Гипоактивный делирий развивается у половины пациентов. Весьмешаный, это когда пациент по раз оценивается, то от плюс 1 до плюс 4, то от минус 1 до минус 3 баллов. И такой вариант делирия также развивается чуть более чем у половины больных. Парадокс, но пациенты с гиперактивным делирием, они имеют лучшие исходы, лучшие прогнозы, потому что они ярко и очень отчетливо привлекают к своим проблемам внимания медперсоналов. В то время как пациенты с гипоактивным делирием выглядят блокированные, вроде как спокойные, ничего не просят, и врачи не обращают на них внимания, и это ухудшает исход их заболевания. Что нужно делать с пациентами, у которых развился делирий? Это прежде всего устранять факторы риска, это различные нефармакологические мероприятия, ну и, конечно, фармакологическая терапия. Факторы риска. Вы помните, я показывал три группы факторов, например, с преморбидными факторами, например, с низким уровнем образования пациентов. Мы ничего поделать не можем, и мы должны сконцентрироваться на остроразвивающихся факторах риска и на ятерогениях. Нефармакологические мероприятия – это использование очков и слуховых аппаратов, как только пациент выходит на определенный уровень БОЦ, они мы должны обеспечить пациентов этими приборами, чтобы пациент понимал, что происходит вокруг. Это размещение часов и календаря в поле зрения. Не зря у здорового человека всегда под рукой часы, телефон мобильный, настенные часы. Мы сами того не понимая, постоянно сверяем время, чтобы понимать, чтобы быть ориентированными. Днем деления должны быть максимально освещены, причем лучше, если это не вот этот тяжелый искусственный свет, а это солнечный свет. В то же время в ночное время свет должен быть минимален. Избегать ненужных фиксаций пациента, то есть освобождать его как можно раньше. Минимизировать срок стояния загострального зонда, мочевого, центрального венозного категортора, потому что это идет постоянная болевая импульсация, которая мешает жить. Нужно увеличивать время общения пациентов с ближайшими родственниками. Это очень простой и важный компонент в лечении пациентов, находящихся в дворитах. Фармакологическое лечение. Галлоперидол – типичный нейроэллиптический препарат. Вот так он выглядит. В клинической практике он существует с 1957 года. Он блокирует дофаминергические рецепторы. Имеет все способы введения, начиная от таблеток и капель, заканчивая внутренне, постоянно в виде продленной инфузии. Есть комичные сообщения о продленном подкожном введении препарата. Максимальный клинический эффект наступает приблизительно полчаса после введения. Начальная доза – 2,5-5 мг внутривенном бампуле – 2,5 мг. Есть разные режимы введения, начиная от планового, используя небольших, до 12,5-5 мг, 3-4 раза в сутки, до продленного внутривенного. И для пациентов с выраженным психомоторным возбуждением, вот из всех предложенных разных вариантов, которые я встречаю в литературе, мне понравился следующий. Мы начинаем введение с 2,5-5 мг. Если следующий приступ психомоторного беспокойства возникает в течение получаса, от введения начальной дозы, доза удваивается. То есть, если было 5 мг, то следующая доза – 10 мг. Если следующий эпизод психомоторного беспокойства развивается в течение получаса, то доза опять удваивается – 10 мг, 20 мг и так далее, и так далее. Если эпизод психомоторного возбуждения возникает вперёд позднее, чем полчаса, то опять начинаем с минимальной дозы 2,5-5 мг. И продолжаем введение до получения клинического эффекта. Максимальной дозы практически нет, и есть описание по применению очень больших доз, практически грамм в ампуле 2,5 мг. Нужно помнить, что при терапии голоперидором возможно развитие экстрапирамидных нарушений, которые чаще бывают при энтеральном введении. При энтеральном введении они развиваются очень редко, даже при использовании больших доз голоперидола. И развитие экстрапирамидных нарушений чаще всего связывают с первичным прохождением препаратов через печень, когда формируется метаболитом голоперидола. В то же время экстрапирамидные нарушения быстро прогрессируют при отмене голоперидола. Возможно развитие такого грозного осложнения, формирование такого варианта нарушения ритма, как торсады поинтс. Риск развития этого варианта нарушения ритма выше при гипокалиемии, гипокальциемии, гипомагнеземии, гипотириозе. Лечится он именной голоперидолой и использованием магнезии. Нейролептический слокачественный синдром – это серьёзная проблема. Если он появляется, проявляется гипертермией, ригидностью мышц. Критерии диагноза нефактически неспецифичны. Включают в себе гипертермию, метаболитический ацидоз, повышение уровня кориотенинкиназы. Летальность порядка 10% и лечится это всё дентроленом. Причём известно, что если пациент перенёс нейролептический слокачественный синдром, то после коррекции опять можно вернуться к использованию галоперидола, и тогда, когда это нужно. И это не приводит к новым эпизодам слокачественного синдрома. Несмотря на то, что галоперидол используется очень давно в клинической практике, фактически нет плацебо-контролируемых двойных слепых исследований, в которых была бы получена и доказана эффективность галоперидола перед плацебо или перед другими препаратами. Вот фактически одно исследование Милбранда в 2005 году. Они показали, что тех пациентов, которым вводился галоперидол в остром периоде критического состояния, у них исходы были лучше по сравнению с теми, которым галоперидол не использовался. И атипичные нейролептические препараты сероквиль, респалепт и аланзепин влияют не только на дофамин энергический, но и на другие рецепторы. Взывают дислипид, повышают риск разведения и инсульты у пожилых, как правило, имеют только антеральную форму введения. В отличие от галоперидола, у атипичных нейролептиков есть седативный эффект. У галоперидола, очень важно, у галоперидола нет седативного эффекта. Если у пациента развивается глубокий сон с западением нижней челюсти, то, на мой взгляд, это развивается глубокий физиологический сон после коррекции психопатологической симптоматики. И еще очень важно, у галоперидола нет эффекта, который проявляется в виде депрессии дыхания. Это очень важно. У атипичных нейролептиков есть и седативный эффект, и эффект депрессии дыхания. Поэтому у пациентов с гипоактивным делерием и смешанным делерием использование галоперидолептиков может привести к еще большему усугублению снижения уровня подственной, снижения сознания. В то же время, наверное, оправданное использование холиномиметических препаратов, такие как церебро, цероксон, глиотелин и так далее, и так далее. С точки зрения патофизиологии это, по крайней мере, понятно и обоснованно. Напоследок, мистика. Есть синдром внезапной смерти при использовании нейролептиков, которые никак не связаны с нарушением ритма или другими причинами, которые можно потрогать и на которые можно работать. Просто больные умирают и все. Это редко. Спасибо за внимание.